Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телезрители, пришло время программы Барда Онлайн на вашем общественном телевидении. Телефон студии 325 05 25. Меня зовут Елена Гудкова. По воскресеньям в полдень я рассказываю вам об интересных авторах, музыкантах, исполнителях бардовской песни. В своих звонках и в своей электронной почте вы часто спрашиваете меня о том, куда можно прийти показать свои песни. Попеть свои песни, то есть показать себя и на других посмотреть. Все вы знаете о том, что есть в нашем городе такие клубы, как «Восток» и «Меридиан». Но это знаменитые клубы, и не каждый решится приступить к их порогу, потому что очень высока планка, наверное, профессиональная этих клубов. Но есть в Санкт-Петербурге клуб, куда вы можете прийти, и там не будут устраивать вам художественного совета, дадут возможность выйти к микрофону, выйти на сцену, спеть свои песни, послушать других и познакомиться с людьми, которыми так же, как вам может быть интересна авторская песня. Клуб этот называется «Музыкальная среда». И сегодня он у меня в гостях в лице Вадима Елисеева и Эрика Асташева. Вот первое знакомство с клубом «Музыкальная среда» состоится именно сегодня. Ну и сразу же первый вопрос. Вадим, наверное, к вам, как к руководителю клуба «Музыкальная среда». Правильно я сказала? То есть любой, кто придет к вам, вы никого не прогоните. Более того, допустите на сцену и дадите возможность спеть. Да, совершенно верно. Мы принимаем всех, кто к нам приходит, ну а дальше уже решает ее величество публика. Но вот это очень важно, потому что, правда, были такие звонки, и спрашивали, куда же, вот куда же, куда же. Значит, это клуб «Музыкальная среда». Ну а где вы заседаете, и когда, мы чуть-чуть попозже скажем. Давайте, может быть, сегодня, сейчас, вернее, вы зададите тон, и первую песню исполните, как руководитель клуба. Хорошо, я исполню песню Александра Дольского «Март. Сумерки». Как в сумерки красив весенний синий снег, Стальные облака краснеют по краям. Ты время не спеши, останови свой бег. Из дальнего окна доносится рояль. И пальцы, спотыкаясь в музыке своей, Не вытянут никак логическую нить. Прекрасней всех поет бездушный соловей. А сколько нужно мук, чтобы руки с сердцем слить. Все ближе, все точней мелодии канва. Наверно, от повторов клавиши болят. А мне все веселей, светлее голова, И музыка цветет, как вешние поля. А мне все веселей, светлее голова, И музыка цветет, как вешние поля. Вот тремоло дрожит, как жаворонка трель, Качаются леса аккордами ветров. А вот капелью нот запричитал апрель, И стелятся дымы в низинах от костров. А, 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 а. У каждой жизни есть мелодия одна, Ее берут у тех, кто музыкой богат, И учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее в ста крат И учат много лет без отдыха и сна Но сочинить свою труднее в ста крат 325 05 25 телефон студии Поэтому телефон вы можете звонить к нам сюда Потому что мы работаем в прямом эфире Вы можете задавать свои вопросы гостям Комментировать как-то происходящее Ну и если что-то хотите сказать приятное Конечно говорите Потому что говорить приятное тоже очень приятно всегда Прозвучала песня Александра Дольского Честно скажу, еле сдерживала себя, чтобы не подпеть Потому что такие красивые и замечательные песни Всегда хочется петь ну как-то вот хором таким дружным и стройным Вадим, давайте о клубе Значит мы сказали, что любой может прийти Это вообще замечательно, честно скажу Потому что понятно, что многие робеют перед монстрами нашими Авторской песни Где и когда и куда можно прийти? Наш клуб собирается в замечательном таком месте Которое называется Общественно-культурный центр на Пушкинской Находится он на улице Пушкинской, дом 9 И там каждую последнюю среду месяца Мы собираемся в течение всего сезона Исключая летние месяцы Потому что летние месяцы начинаются выезды, фестивали Многие из нас ездят в лес, входят в походы А вот с октября по май Мы собираемся в нашем клубе каждый месяц И название клуба, то есть тоже из-за этого, что вы по средам? Да, исторически сложилось, что мы собираемся по средам И поэтому клуб у нас называется музыкальная среда Ну и одновременно это вот та песенная среда Вот та атмосфера, которую мы стараемся сформировать у себя И в этой атмосфере песен, атмосфере музыки мы живем Сразу же, понятно, что вас спрашивали многократно Но все равно, поскольку у нас сегодня первый эфир И телезрители вашего общественного телевидения впервые с вами сталкиваются Чем ваш клуб отличается еще от всех прочих других творческих объединений? Наш клуб отличается в первую очередь тем, что мы почти не делаем сольных концертов наших артистов Мы устраиваем музыкальные вечера Что это такое? Мы стараемся создать неформальную душевную обстановку В которой люди могли бы не бояться сцены, не бояться публики Вне зависимости от того, опытный человек на сцене или новичок К нам самые разные люди приходят И люди с именем, известные и совершенно никому не известные Первый раз люди выходят на сцену в нашем клубе Потом начинают какую-то свою музыкальную карьеру Начинают выступать, начинают чем-то заниматься, какой-то деятельностью Связанной с авторской песней И мы делаем обстановку неконцертную То есть как вот сидят стулья редком, там сидят люди, внимательно слушают У нас этого нет У нас люди сидят за столиками На столиках горят свечи Стоят стаканчики с чаем Немножко печенье лежит Чтобы люди могли чувствовать себя как дома Или в таком арт-кафе, но ни в коем случае не ресторан А именно для создания душевной домашней атмосферы И в течение 3-4-4,5 часов идет концерт Люди сменяют друг друга, каждый поет по нескольку песен Причем программа концерта, она никогда не составляется заранее Это тоже наша особенность Приходят люди, мы всех их записываем в книжечку А дальше, собственно, сидим и составляем программу прямо на ходу Вот слушаешь очередного человека и думаешь, кого за ним можно поставить Ну правильно, вы это многих и не знаете Есть люди, которых я вижу в первый раз в жизни Я все равно рискую их вставить куда-то И, как правило, это бывает удачно Очень редко, когда приходят люди, которые оказываются не к месту там или не в тему Но они больше не приходят И бывает, что человек пришел к нам, говорит, я хочу выступить Я его записал Он посидел какое-то время, послушал, говорит, нет, вы знаете, я немножко подожду с этим И либо уходит, либо приходит в следующий раз И когда-то в какой-то момент человек понимает, что сейчас ему будет А бывает некоторые, знаете, не понимают Бывает, бывает, но как правило Как бы мне объясняли люди, что лучше бы ты, товарищ, не пел бы У нас публика очень доброжелательная Мы всех хорошо принимаем Но, как правило, люди быстро понимают Научаются отличать вежливые аплодисменты от искреннего воодушевления И очень редко, когда человек, что называется, упертый И вот он, графоман, не понимает, что делает что-то не то Ну, таким людям пытаемся потихоньку, не обижая, это как-то объяснить Как-то с ними поработать Правильно я понимаю, там у вас есть сцена, у вас есть музыкальная аппаратура То есть не просто это происходит в комнате, то есть такой кухонный вариант А именно как на сцену попадает человек Да, у нас достаточно качественный звук сделан Я сам бывший звукорежиссер, я сижу за пультом в течение всего концерта Ну, согласен, как и бывших артистов Да Да, но у меня есть опыт работы на студии звукозаписи И, в общем-то, звук у нас сделан профессионально Очень хорошо, это очень хорошо И вот какой еще вопрос у меня будет Ведь у вас не было, Вадим, вы руководитель клуба У вас не было такой цели создать клуб авторской песни Все получилось, как мне показалось, так спонтанно И началось это все с зеленого поезда, который, так сказать, привез вас в эту музыкальную среду Как это случилось? Коротко, если можно В районе 2000 года, сейчас уже точно не помню, когда именно У меня организовался совершенно спонтанно ансамбль под названием «Зеленый поезд» Ну, он создавался как коммерческий проект в какой-то степени Нас пригласили выступать в ресторане Именно с романсами, с авторской песней, с музыкой 60-х годов Ну, так сложилось, что проект этот просуществовал очень недолго Ну, все-таки серьезной музыки не нашлось места в кафе И мы начали репетировать самостоятельно, уже просто как ансамбль В поисках репетиционной точки мы забрели на Пушкинскую 9, где нас приняли, в общем-то, очень хорошо И мы начали устраивать там концерты Сначала собственные, потом, после двух-трех концертов, стало ясно, что, в общем-то, каждый месяц А нас просили именно каждый месяц делать по концерту Что каждый месяц концерт подготовить новый нереально А старую программу, в общем-то, уже все посмотрели, все послушали И родилась вот такая идея Собрать друзей, знакомых, всех, кто может держать в руках гитару или какой-нибудь другой инструмент Все, кто может петь, что-то сочинять И сделать совместный концерт, чтобы каждый пришел со своей публикой, со своими друзьями И одновременно мы и зал наберем, и будет интересная разнообразная программа И мы сделали вот таким образом несколько вечеров Потом, собственно, мои коллеги по ансамблю сказали, что им слишком тяжело этим заниматься И, в общем, они к этому не готовы Ну, и я фактически остался один Мне очень не хотелось это все бросать Это меня очень увлекло И я начал первые вечера делать Вот как-то пытаться собрать людей, которым это интересно И попытаться вот что-то такое Были сложности, было очень много проблем Были проблемы поначалу с аппаратурой Первые вечера мы, первый год играли на деревянных советских колонках Которые были обмотаны скотчем, потому что они рассыпались Микрофоны я доставал у друзей, у знакомых звукорежиссеров Все, кто мог, помогали Потом постепенно мы обросли техникой В общем-то администрация культурного центра нам очень помогла в этом Обросли друзьями, обросли связями Были вечера, когда просто было шоковое состояние Потому что я прихожу, у меня в зале сидит 10-12 человек публики И два артиста Я думаю, что я буду делать 4 часа И тем не менее, как-то все очень душевно Сели в кружок, собственно, пели разные песни Кто-что вспомнил И потом мне этот вечер вспоминали очень долго Как там было замечательно Сколько лет уже клубу? Клуб уже шестой сезон существует Значит, нам 5 полных лет И за эти 5 лет мы, в общем-то, многого добились Мы очень сильно выросли Мы участвовали в различных интересных мероприятиях Давайте мы об этом поговорим чуть позже Потому что у меня будут как раз вопросы об этом О достижениях клуба Ну и каких-то, так сказать, моментах Вы представьте, пожалуйста, с вами уже пришел Эрик Асташев Так сказать И вы первого привели сегодня на программу именно Эрика То есть почему и как вы можете отрекомендовать С точки зрения исполнительской, авторской Я пригласил сюда Эрика Асташева Ну, по многим причинам Во-первых, Эрик член нашего клуба практически с его основания Он участник первых концертов Во-вторых, это мой большой друг И в-третьих, это просто очень интересный исполнитель Которого достаточно мало знают у нас в городе на нашей сцене И мне захотелось, чтобы зрители канала ВОД смогли с ним познакомиться Эрик, давайте мы начнем с вами знакомиться Точнее, с вашим творчеством Что вы нам сейчас исполните? Хорошую песенку я сейчас исполню Запах морожки называется Отлично 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 Правильно Шаг Точнее Руки шайной, комары, дамушки, звенят сильны, Запах марушки я помню всех светлых дней. Голод с утра прогоняет сон, В души полежишь. Бьет рукам мой некометный звон, Требезги с сада тишь. И я, как вчера, помню стол в саду, И строганной сосны. А на столе я с ума сойду. Бабушкины блины, бабушкины блины, С медом да с молоком. О, бери, пчелы да усы, да ликвизной, Рыжие косы в руке шальдой, Темары, дамушки, звенят сильны, Запах марушки я помню всех светлых дней. Верное детство со мной всегда, Как календарь не листай. Кажется, кажется, иногда Взрослым я так и не стал. Хочется в озеро сигануть, И яблок девчонкам нарвать. С горки на велике так рвануть, Чтоб ветер обогнать, Чтоб ветер обогнать, Знать ничего не знать. О, бери, пчелы да усы, да ликвизной, Рыжие косы в руке шальдой, Комары, дамушки, звенят сильны, Запах марушки я помню всех светлых дней. Чтоб ветер обогнать, Чтоб ветер обогнать, Рыжие косы в руке шальдой, Комары, дамушки, звенят сильны, Запах марушки я помню всех светлых дней. Я помню всех светлых дней. Я помню всех светлых дней. Спасибо большое. 325 05 25, напоминаю, Телефон студии прямого эфира. Программа «Барда онлайн». У меня в гостях Эрик Асташев И Вадим Елисеев. И представляют они клуб «Музыкальная среда», Который находится у нас в городе, В нашем горячо любимом Санкт-Петербурге. Эрик, к вам вопросы. Вот «Музыкальная среда», Насколько я поняла, Этот клуб дал вам второе рождение. Потому что был период в вашей жизни, Когда вы решили завязать и с музыкой, Которой было отдано много лет вашей жизни, И с сочинительством. Это правда? Да, это так. Почему же, так сказать, вы решили опять? Что сподвигло на вас? А именно потому, что... Ну вот, когда мне первый раз позвонил Вадим, Я так еще подумал, стоит ли идти, Стоит ли не идти. Но пошел. Я всегда вообще-то люблю в жизни эксперименты. Так. И вот... Та реакция публики, Вот о которой говорил Вадим, Она меня, конечно, Подвигла на подвиги. Спел раз, спел два, И вдруг снова понял, Что хочу писать, могу писать. Само как-то пошло. Ну, то есть, действительно, Там каждый человек получает свою долю Участие, аплодисментов. И все, что ты делаешь на сцене, Все все-таки не зря. Тебя слушают. Ну, это очень много, да. А песни изменились у вас? Вы другие песни стали писать? Потому что я... То есть, вы увлекались же, по-моему, рок-н-роллом. Да. Было такое. Да, да, да. То есть, музыкальной среде я, конечно, На сцене не в первый раз в жизни был. Мы играли, и своя группа была у меня. Но, когда прошло много времени, Это же ведь переоценка ценностей, Человек изменяется. Да и, когда играешь один, Гитара и ты, конечно, Тут как-то все иначе смотришь на такие вот дела. Я стал писать совершенно иначе. И самое интересное, Что многие песни мне нравятся самому. Что было. Очень редко было, Когда я играл в группе. Мне как-то все... Я все придирался к самому себе. А тут вдруг мне очень понравилось. И понравилось вообще все. И вот как-то песня за песней, Песня за песней. Это очень хорошо. Значит, все, что должно расцвести, Расцветет, как я всегда говорю. У вас ведь музыкальное образование есть. И вы занимались музыкой с детских лет. И как многие дети, Наверное, не хотели играть гамма-арпеджио и так далее. И будь, наверное, воля детская, Бросили вы это занятие. Но вот скажите, По прошествии времени, Не жалеете ли о том, Что у вас музыкальное образование, И что оно вам дает? Это вот сейчас, Если дети нас смотрят, Дети, которые занимаются музыкой, Смотрят телевизор, Ведь они, знаете, как плачут буквально, Горючими слезами, Играя гаммы. Вот что вы им скажете? Но только не говорите, Что это все. Да вы знаете, Были, были, были моменты, Когда я думал, Ну зачем, Зачем я потратил столько времени, Своей жизни, Мог бы заняться совершенно другими делами, Может быть, более успешно. Вот. Но, Не знаю, Вообще-то, конечно, Академическое образование хорошо, Хотя у меня есть примеры, Других моих знакомых, Когда они совершенно без специального образования, Без учителей, Добивались очень хорошей, Техничной игры, Ну скажем, например, на гитаре. Тут вообще-то спорный вопрос, На самом деле. Да, да, да. Я не буду говорить, Штампованный, Нет, конечно, Там, Академическое образование, Оно так расширяет, Так все. Но восприятие музыки. Вообще есть такая фраза, Нельзя ничему научить, Можно только научиться. Поэтому, Если человек хочет, То он Все сделает, Всему научится. Я здесь имела в виду еще восприятие музыки, То есть, Люди, которые, То есть, Подготовка, Да, получается, База, Вот вы просто слушаете другую музыку, Имея музыкальное образование, Мне кажется, Что вы вот и воспринимаете по-другому, Нежели люди, Которые, Ну просто, Так сказать. Ну я-то, Да, Наверное, По-другому. Ну да, Происходит постоянный анализ, То есть, Такое ощущение, Что у меня внутри какой-то компьютер, Который постоянно анализирует, Если мне нравится какая-то вещь музыкальная, Происходит какой-то анализ, Гармония, Вот он так сделал, Вот он так. Разбирайте новички. То есть, Да, Музыку я не воспринимаю так потребительски, Вот что-то там идет сзади, И все, Это, Может быть, Это даже и плохо. Может быть, Даже плохо, Но, А может быть, И хорошо. Какой-то слишком прагматичный подход, К искусству получается. Эрик, Я вас попрошу представить теперь Вадима, Вот просто сказать о нем, Как исполнителе, Он же не только руководитель клуба, Но он исполнитель, Тоже музыкально образованный человек, Но я ему сейчас задам вопросы, Просто вот представьте его, И чтобы следующую песню исполнил уже Вадим. Ну, С Вадимом мы давно знакомы, Познакомились на Ладоге в походе, Вот, Но, Как говорится, Они сошлись вода и камень. Так. То есть, Если Вадим, Он абсолютно лирик, Я вот так вот, Да, То я, Так сказать, Рок-н-ролльщик больше, И вот, Конечно, Но Вадима я бы мог Охарактеризовать одним словом, Магнит. Да. Человек, Который, Даже вот у костра, Не собирая какой-то клуб, Он у костра, Он сядет с гитарой, И смотришь, Через три минуты, Люди, Которые, В общем-то, Сейчас вообще редко встретишь людей, Которые, Очень любят, Чтобы там им пели, Чтобы там, Ну, Минуты через три, Люди сидят, Они увлечены, Они слушают, Ну, Грубо говоря, Раскрыв рот человека, Вот. И вот этот магнетизм, Он во всем проявляется, И вот хотя бы в том, Что человек собирает Один клуб, К нему потом обращаются, Вот, По Кузьмову, Да, А устройте нам там-то вещь, То есть, И главное, Что не делает он ничего такого, Каких-то напряжений нет у человека, Спокойно, Без каких-то ажиотаций, Делает свое дело, Делает очень хорошо, Не знаю, Все очень довольны, Сейчас вот, Если бы Вадим говорил, Что было 10 человек, То сейчас я такого и не вспомню, На музыкальных средах всегда аншлаги, Люди тянутся к магнету, Это естественно. Ну что же, Слово магниту тогда. Вадим, Какую песню исполните? Я, наверное, Спою еще одну песню Александра Дольского. «Сентябрь дожди». Дожди забринчали сонаты По клавишам мокнущих дней И труп водосточных стаката Органных тонов не бедней Я вот уже многие годы От каждого сентября Жду этой дождливой погоды Все жду я, все жду я, а зря Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь Ну вот, наконец-то, прохладная осень И тучи повисли косыми сетями И кончился месяц под номером восемь Пусть я ненавиден, как прежде Твержу я дожди по дожди Живу я в неясной надежде А годы идут, как дожди Последнему будет работа Мой голубоглазый палач Мой тысячный дождь для кого-то Всего только первый плач Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь Ну вот, наконец-то, прохладная осень И тучи повисли косыми сетями И кончился месяц под номером восемь А если бы жизнь не кривая Легла на ладонь, словно путь Я смог бы, глаза закрывая В грядущее заглянуть Нет, лучше, пожалуй, не надо И так не в ладах я судьбой Известны исходы парадов А чем окончится бой Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь Ну вот, наконец-то, прохладная осень И тучи повисли косыми сетями И кончился месяц под номером восемь 325-05-25, телефон студии Напоминаю его всегда Программа «Барда онлайн» в эфире Вашего общественного телевидения У меня в гостях клуб «Музыкальная среда» А именно Вадим Елисеев и Эрик Асташев Вадим, ну теперь вопрос к вам Не могу не спросить опять-таки Понятно, что вас, наверное, терроризировали Этим вопросом постоянно Уж у вас-то музыкального образования Ну, прям по самую крышу, что называется И училище хоровой при капелле И консерватория То есть, ну, вот все И почему же все-таки бардовская песня Ведь это мог быть, ну, я не знаю Вы могли бы возглавлять там и джазовую какую-нибудь Там, не знаю, классическую музыку какую-то Ну, заниматься То есть для меня это было бы понятно Здесь авторская песня, барды У которых первое это слово А уже, так сказать, музыка вторичная Какое-то понятие Чем же вас увлекла? А вы ведь, я бы назвала вас таким, так сказать, фанатиком Этого жанра Ну, я не очень люблю слово фанатик Потому что это не очень-то таким Я отношусь тем, что для барда главное слово Мне кажется, для барда все-таки главное это душа Душа, выраженная через слово и через музыку И вот именно этим меня авторская песня больше всего привлекает В ней выражается душа человека Отсутствие которой не спрячешь ни за аранжировкой Ни за большим симфоническим оркестром Ни за чем Она видна, она на виду И авторскую песню человек пишет не тогда, когда это надо А тогда, когда у него есть потребность что-то сказать Да, если эта песня не является его профессией Потому что тогда он начинает писать уже когда И тогда это может стать уже немножко другим Есть люди, которые умудряются и на заказ И по необходимости писать хорошие настоящие вещи Но бывает и по-другому И в общем-то в авторской песне такие люди, как правило, не задерживаются Они либо уходят в коммерческое искусство Либо просто перестают писать Потому что никому не интересно это слушать Ну а музыка, как на ваш взгляд, все-таки музыка Это в авторской песне присутствует Вот сейчас вы исполняли Дольского По-моему, великолепный композитор Помимо того, что прекрасный поэт Я вообще за гармонию музыки и слова Слово, если честно Что вы можете сказать по музыке в авторской песне? По музыке в авторской песне я могу сказать, что Как любое средство выразительности Она может быть и должна быть в авторской песне Но все-таки определяющим является Чтобы у человека была потребность что-то сказать И чтобы у него душа звучала Если душа звучит, значит у него будет и слово, будет и музыка Тогда такой вопрос Совершенно не касаемый музыки А касаемый того, что вы еще и оказалась рукодельник То есть вообще для меня человек, когда творческих профессий Да, они обычно в доме ничего не могут сделать Там их все время жены пилят Вот, ты гвоздя не можешь прибить А вы же оказались такой и рукодельник Вот я хочу узнать, как поживает станок для вышивания Вашей жены И сколько она, так сказать, уже вышила там Изделий Да, моя жена Ирина постоянно вышивает какие-то работы Достаточно интересные Но станок сейчас, так сказать, находится в сложенном состоянии Потому что та работа, которую она сейчас делается Она, в общем, станка не требует Она делается на руках Вот, но вот некоторое количество работ было сделано на этом станке Она попросила меня сделать что-то, чтобы ей было удобно работать Нашли в интернете фотографию фирменного станка То есть вы по фотографии без чертежей Не помню еще производства Да, там была фотография с нескольких ракурсов Я посмотрел на эту фотографию Примерно прикинул, как это можно было бы сделать И на следующий день станок был готов Обалдеть Для меня вообще это удивительно Надо, чтобы она, может быть, какие-то фирменные логотип Вашей клуба вашего вышивала Там, я не знаю А вот об этом надо подумать Это как идею Да, хорошая мысль Вадим, передай опять слово я Эрику Эрик, какую-нибудь следующую песенку Песенка «Бес края» Это «Я походник», как и Вадим Ну и каждую весну меня вот обуревают те чувства О которых я с душой сейчас спою Забыто все, что нет Недостойно памяти Лишь где-то в глубине Легкая зала Легкая зала бывает всколыхнет Заболит, замается и снова все на дне Новые дела А на дворе апрель не дает опомниться От забытья зиму От дурного сна И хочется запеть И хочется запеть Что с ним совсем Провались все пропадам Все суета, суета Мои тает лент Я к лету улетел Вырвался из города Не больше места нет Лабиринт и стен Без края Без края Без края Без края Без края И примет Меня лес И прикроет Лапами И смоет Ложь забол С хмурого Лист лица С купым дождем С небес На меня Покапает И буду счастлив я Счастлив без конца Без края Без края Без края Без края, без края, без края, без края. Продолжаем наш разговор. Теперь об авторской песне. Вот поскольку, как это принято сейчас говорить, вы в теме, да, вот есть такое, вы в теме, вы непосредственно занимаетесь бардовской песней, авторской. Скажите, вот изменилась она, да, куда она вообще идет? Куда идем, товарищи? Вот как можно здесь определиться? Мне кажется, что авторская песня, как и любое живое искусство, как и любой живой организм, она, конечно, живет, развивается. Она сейчас не такая, как она была 30 лет назад, как она была 20 лет назад. Она не такая, как она будет через 10 лет. И мне кажется, этого не нужно бояться, потому что это замечательно, что жанр живет, развивается, что в нем появляется что-то новое, что этот жанр принимает в себя, воспринимает какие-то новые веяния в музыке, новые технологии. Вы знаете, я очень часто слышу, что самые противоположные мнения относительно авторской песни, кто-то считает, что авторская песня должна звучать в хорошем профессиональном исполнении, под аранжировку, под оркестр. Кто-то, наоборот, убежден, свято убежден, отстаивает свое убеждение в том, что обязательно это должна быть расстроенная гитара, обязательно должен быть не классический хриплый вокал. И те, и другие, мне кажется, по-своему неправы. Потому что не нужно вгонять песню в рамки. Она как раз существует для того, чтобы эти рамки расширять. Если человек смог сказать что-то, если он хочет что-то сказать миру, не так важно, как он это скажет. Или он может это как-то, так сказать, красиво изобразить, или он может просто выйти на улицу и выкрикнуть, что называется, то, что у него накопилось в душе. Не надо бояться вот этого, не надо бояться изменений, не надо бояться расширения жанровых рамок. Не надо бояться своей индивидуальности. Да, не надо бояться своей индивидуальности, и не надо бояться того, что искусство живет. Это прекрасно. Вадим, а как вы считаете, Эрик, возрос вообще интерес к авторской песне сейчас? Вырос? Потому что был период, когда так она сдала свои позиции. Ну, со своей точки зрения, я думаю, что возрос. В вашем лице он возрос. Поскольку, да, я. Да, конечно. И я был в свое время удивлен, когда вышел в интернет, увидел много сайтов. У нас, оказывается, в городе вообще-то много таких вот клубов бардовских. Люди ходят. А если посмотреть в тот же интернет, там, по авторской песне, там, вообще море авторов, океан песен. То есть люди этим занимаются, самовыражаются. Это очень хорошо. И очень как-то стимулирует вообще жить. Ой, лучше мы будем брать в руки гитары, чем что-то другое. Ей-богу, друзья мои. И пусть будет мир. Так, это правда. Значит, возрос. Интерес, молодежь идет? Да. Знаете, к нам приходят молодые ребята и очень интересные. И видно, что у них горят глаза, они хотят, им это интересно. И им интересно петь именно вот акустическую музыку, именно вот такую какую-то искреннюю. И мы всегда рады таким артистам, когда они к нам приходят. Мы с удовольствием даем им возможность выступить. И на самом деле, мне кажется, что действительно в последнее время, в последние несколько лет очень вырос интерес к авторской песне. И открываются новые концертные площадки. За последнее, вот за время существования нашего клуба открылись в городе уже несколько концертных площадок, посвященных авторской песне. Причем некоторые из этих площадок открыты выходцами из нашего клуба. Я вообще заметила, знаете, дорогие друзья, что столько людей стало писать песни. Раньше как-то вот, ну, немного. Вот когда скажешь, вот я пишу песни. Вроде как перебор. Ну ты поешь, ой, ты пишешь песни. А сейчас это неудивительно вообще. Ну и я пишу. Все пишут песни. Вадим, смотрю на часы, и хочу, чтобы вы сейчас исполнили песню. Я сейчас исполню одну из своих любимых песен. Это песня Андрея Козловского «Акула». Если я буду жить еще, Значит, я буду жить в воде. Если я буду жить в воде, Стану акулой. И, может, тогда хоть иногда кто-нибудь подумает обо мне. Медленно плыть в чистой воде, Медленно жить в чистой воде, Те, кто на суше и кто в глубине. Помните обо мне. Вдоль австралийских берегов, Прямо над кромкою воды Скользит мой серебряный плавник, Будь осторожен, заметив его. Беспечность оставь материку, Задумайся обо мне. Медленно плыть в чистой воде, Медленно жить в чистой воде, Медленно жить в чистой воде, Медленно жить в чистой воде, Те, кто на суше и кто в глубине. Помните обо мне. Помните обо мне. Помните обо мне. 325 05 25 это телефон студии, Программа Барда онлайн в эфире, Вадим Елисеев, Эрик Асташев, В гости моей сегодняшней программы. Ну и давайте буквально немножко, Времени осталось уже крайне мало. Я спрошу вас о достижениях клуба. Во-первых, о вашей доске почета. В советские времена это было модно, Вывешивать портреты, Так сказать, стахановцев. Кем вы можете похвастаться в этом плане? Ну, знаете, у нас достаточно много артистов, Которые начинали свою карьеру в нашем клубе, И, в общем-то, сейчас достаточно известны в городе. Например, вот Александр Суворов, Так же известный как Барклай. Человек первый раз вышел на сцену в нашем клубе. У нас есть еще вторая площадка во дворце культуры Кузьмилова. Там проходит вечера под названием «Живая струна». Вот он пришел к нам на «Живую струну», Выступил у нас. В общем-то, тоже человек много лет не писал песни. А тут вот... Оживился на живой струне. Да, он оживился. И теперь он руководитель клуба «Поющие морские волки» При кораблестроительном институте. У него собственный проект. Он не забывает нас и постоянно к нам приходит выступать. Отпочковался. Точно так же клуб «Парус», Который сейчас очень активно действует, Лиговский 80. Руководитель его, Валерий Окунь, тоже начинал свою карьеру в нашем клубе несколько лет назад. Это, я так сказала, ваши филиалы уже профессиональные. Да, фактически, да. То есть, по крайней мере, это люди, которые у нас выросли, и с которыми мы поддерживаем очень теплые дружеские отношения. О фестивалях вы говорили, Вадим, что ездите тоже клубом на фестивали, участвуете? Да, знаете, летом мы выезжаем на фестивали, собираем команду наших активистов, приезжаем, встаем своим лагерем и участвуем в деятельности фестиваля, устраиваем свои посиделки, приглашаем других исполнителей к себе. Да, даже сами приходят. Это очень интересная летняя жизнь, такая вот полупоходная, полупесенная. И мы в прошлом году практически побывали на всех фестивалях, которые проходили у нас в Ленинградской области. И даже мы командой клуба съездили на фестиваль «Балакласские каникулы» в Крым. Замечательная была поездка. У нас была группа 17 человек. Мы приехали, нас там абсолютно никто не знал на этом фестивале. Мы приехали, показались на прослушивании, нас тут же поставили первым номером открывать юбилейный 10-й фестиваль. Это было очень приятно. Мы спели там песню нашего автора Игоря Кармановского, посвященную фестивалю. И потом состоялись выступления наших артистов на сцене в фестивале. И вообще было очень здорово. Мы после фестиваля поехали на южный берег. Разбили там палаточный лагерь у наших друзей крымских. И к нам каждый вечер приходили люди. Мы вместе с ними пели наши любимые песни. Там практически каждый вечер были концерты. А потом был такой приятный сюрприз. К нам приехал Сергей Никитин, который после фестиваля тоже отдыхал на южном берегу. Он прям к вам приехал. Да, вы знаете, среди наших крымских друзей оказался капитан яхты, который привез его, собственно, отдохнуть на нашу стоянку. Понятно. И мы с ним встречались. Он давал советы нашим ребятам. Мы слушали его новые песни и пели ему его старые песни. В общем, очень приятно пообщались. Вадим, я передам слово тогда Эрику. У нас осталось буквально четыре минуты. Еще песню, Эрик, исполните. Да, с удовольствием. «Вечер холостяка». Свет издалека, мысли как дети, и душа легка летит. Я немного пьян, немного спетел, мне бы так всю жизнь идти, идти. Ничего не зная, голова пустая, руки в брюки, шар к ноги. Идти в ожидании встречи в этот странный вечер может все произойти. И, конечно же, ее увидят, и, конечно же, запал. Женщина, постойте, пусть я не в лучшем виде, пусть совсем чуть-чуть. Нахал. 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 Да, пьяный, но приличный, а вы мне симпатичны. Посмотрите на меня. Нахал. 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 Мы идем вдвоем, мы одни на свете. Нам бы так всю жизнь идти. 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 Замечательно. Спасибо огромное. Эрик Асташев, Вадим Елисеев были у меня сегодня в гостях. Клуб «Музыкальная среда», который собирается на Пушкинской 9 последнюю среду каждого месяца. Милости просим всех, кто увлекается авторской песней. Ну и я хочу сказать вам, что 27 февраля в кафе «Драмы и комедии» состоится весенний бардачок. В нем примут участие Антон Духовской, Саша Ветров, Сергей Русанов, Виталий Аксенов, Елена Гудкова, это я, Адлибитум, Галина и Олег Ивановы. Этот праздник хорошей песни посвящен весне, посвящен любви и, конечно, вам, дорогие женщины. Все подробности на сайте гудкова.спб.ру. Всего доброго, до следующего воскресенья. До свидания.